Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Результатом долгих начинок лепетится перед зеркалом стало то, что они научились искусно пользоваться нервическим покачиванием головой и полностью игнорировать некоторые из них и своих коллег. Выход перед боссом срежиссирован ими вплоть до мелочей. Очки в пепелицу, сигарету в нос, самое главное, визуальный контакт. Когда они покидают офис, ясно, что все прошло идеально. Почему все? Откуда же нож в спине, а голова под мышцами? Превращает в настоящий ритуал. Я тебе покажу, мразь, ты этот контакт. Сам, мразь. Я как-то присутствовала на японской чайной церемонии. Правда? Как интересно. Расскажите завтра поподробнее. Придется тебе все-таки зайти ко мне в кабинет. У меня в кабинете есть японская чайная пиала редкой красоты. Не надейся. Я бы вам ее показал. Я тебе кое-что другое покажу, как сделаю японскую. Как интересно. Сюда вы всем взгляну, если представится случай. Если хотите, можем хоть сейчас зайти ко мне в кабинет. Может, немного попозже, когда другое совещание. Часа в четыре. В четыре мне неудобно. Мы не совещаем. Да, я знаю. Она может затянуться, ведь придется значительные перемены. Да, действительно. Какие еще, почему-то, перемены. Почему я опять ничего не знаю. Впрочем, она и к лучшему. Да. Давно пора что-то менять. Может, он не терпится узнать, о чем речь. Все к тому и шло. Спроси, мама. Тебе меня не запугать. Тебе меня не запугать. Может, что там такое происходит. Почему я опять ничего не знаю. Предварительно мне нужно посоветоваться с Генером. Это еще почему? Это еще почему? Да, я уже тоже с ним встречалась. Это еще почему? А почему вы с ним говорите? Ну что, спросили? Тебе меня не испугать. Меня удивляет, что вас не пригласили на совещание. У тебя прятного слова. Нет, никакого прятного слова. Ведь это и вас касается. У тебя прятного на штанах. Странно. Что вас не посвали? У тебя прятного на штанах. Вероятно, это случайность. Что? Вероятно, вас по ошибке забыли поставить в известность. Вы знаете, я уверена, что в общих чертах мне все известно. Черт возьми, опять что-то происходит за моей спиной. Кроме того, мы же всем коллективом встречаемся после работы поиграть в сквош. От тебя не звали кого-то отрели. Сквош? Как жаль, что у меня сегодня нет времени. Чего все идут и драйс-сквош? Что бы это значило? Я встречаюсь с одним сотрудником. А ты это еще подумал? Я, милюдок. Это была спонтанная идея, знаете ли, встретиться в неофициальном порядке, пообщаться. Понимаю. Доброе утро. Доброе утро. Как идут дела? Не туда. Себя только тут ума. На твою. Да, нужно готовиться к переменам. Ты что-то об этом знаешь? Мужчина. Извиняюсь. 45-я сцена. Молодой мужчина, молодая женщина, женщина за 60. Стригоза подумала, что муравей, возможно, заснул, несмотря на весь этот грохот, потому что он так много выпил, и она вышла из своей комнаты ночью в половине второго. Но муравей не спал, он бодрствовал, или почти бодрствовал. У него в гостях был мужчина в полосатой рубашке, который тоже не спал. Оба сидели и пили, и курили, и музыка была такая громкая, что невозможно было выносить. Внезапно в комнате появилась молодая азиатка. Внезапно в комнате появилась молодая азиатка. Я говорю, эй, ты, откуда такая? Он говорит, эй, ты откуда такая? Эй, откуда, откуда, откуда же ты? Ханс, скажи, откуда это она? Ханс, Ханс, проснись, смотри, кто пришел. Ханс, откуда ты ее взял? Ханс заснул. Ханс, проснись, смотри, посмотри, кто пришел. Мужчина в полосатой рубашке говорит стрекозе, ты такая красивая, иди сюда, говорит он, садись. Он совершенно пьян, и в его хмельном взгляде есть что-то грубое. Раненая злой, стрекоза знает этот взгляд. Нет, нет, Ханс, проснись, скажи, как, ты выглядишь, ты выглядишь как? Не бойся, правда, бояться в общем нечего. Смотри-ка, вот я сижу с Хансом, с моим другом Хансом, и мы выпили. Ну, хорошо, это не запрещено, но правда, малышка, я случайно проливаю пиво. Войдет зуб в рот, потом уфлевывает его, зуб исчезает во тьме. Конец. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ